Диктант Победы 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 «Артур Клар». И действительно, раньше телевидение казалось просто чудом. Сегодня мы привыкли к телевизору в каждом доме, словно так было всегда. Но телевидение продолжает развиваться. На смену аналоговому приходит новый цифровой формат вещания. Стандарт DVB-T2 формат MPEG-4. С 2009 года в России началась новая эра цифрового телевидения. Мы расскажем о ней в цифрах. Мир развивается по пути технического прогресса. Цифровое телевидение – это новый этап развития. Цифровое телевидение смотрит более чем 675 миллионов домохозяйств по всему миру. Это почти вся Европа, США и Япония. Благодаря использованию спутников и разветвленной сети наземных объектов, цифровой сигнал будет доступен по всей России. Просмотр цифровых каналов будет доступен, даже если у вас старый аналоговый телевизор. Подключиться к цифровому телевидению просто. Нужна дециметровая антенна, комнатная или наружная, и, разумеется, телевизор. В зависимости от возраста и модели телевизора, для приема сигнала понадобится специальная приставка, которая поддерживает цифровой стандарт DVB-T2 и формат MPEG-4. Ее можно приобрести в магазинах электроники. А современные телевизоры будут поддерживать стандарт цифрового вещания DVB-T2 без всяких дополнительных устройств. Мир не стоит на месте и скоро прогресс придет в каждый дом. Цифровое эфирное телевидение – это сигнал к лучшему. Почти по всему миру прошел ежегодный благотворительный забег Wings for Life. В этот раз в нем участвуют более 120 тысяч человек в 72 странах. Собранные средства пойдут на исследование травм спинного мозга и поиски способов их лечения. Забег стартует одновременно во всем мире. Участвовать в соревнованиях может каждый, в том числе инвалиды-колясочники. В этом году к забегу присоединился швейцарец, который много лет был прикован к постели из-за травмы спинного мозга. «Это захватывающе, просто здорово. Я побил собственный рекорд. Раньше я мог пройти максимум шесть минут. Теперь я шел полчаса». Роль финишной черты выполняет специальный автомобиль. Он выезжает через полчаса после старта и медленно двигается, постепенно ускоряясь. Когда догоняет бегуна, тот сходит с дистанции. В этом году победителями соревнований стали россияне. Иван Моторин пробежал 64,37 километра. Нина Зарина успела преодолеть 53,72 километра. «Это замечательный забег. А победа стала большим сюрпризом для меня. Я этого не ожидала». В общей сложности участники соревнований пробежали и проехали более 1 миллиона 100 тысяч километров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова